Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-аграном Ломонос Петр. Сегодня я расскажу вам о суперспособе изгнания колорадского жука с ваших участков, чтобы он надолго забыл дорогу на вашей плантации. Потому что если он поселяется на картофеле, нашей любимой культуре, которую мы все выращиваем в своих участках, значит он резко снижает урожайность. Он резко снижает урожайность, поврождая растения, и может вообще оставить урожай свести почти до минимума. Мы применяем самые различные способы борьбы. Но есть способы очень эффективные, которые помогают очень от колорадского жука, и которые можно отвадить от вашего участка. Ну давайте еще по порядку. Ну, значит, колорадский жук, это известное, конечно, насекомое. Все его знают, хотя еще в 50-е годы за каждого пойманного жука платили деньги. Сейчас он распространился вплоть до Урала, не только что у нас в Белоруссии, но и в России он есть, на Украине, в Молдое, и все это наносит колоссальный ущерб. Как боремся мы обычно на своих участках? Кто-то собирает жука, кто-то берет и использует химикаты. Химикаты сейчас в продаже есть в море, всяких различных, все они эффективны. Почему не всегда получаем эффект? Очень просто. Потому что мы обрабатываем жука в обед. А раз обратно в обед, солнышко испаряет быстро раствор, и наш раствор не успевает нанести ощутимого вреда нашему колорадскому жуку. Это одно. Во-вторых, опять же, многие наши огородники и дашники делают ошибку. В чем ошибку? Используя химикаты, нас не добавляют прилипатель. И наш раствор просто-напросто стекает по растению, не остается на растении. А если бы раствор оставался на растении, значит, наш жук просто-напросто поедал бы эти листья с отравой, и он погибал бы. Как делается приманка? Все делается очень просто. 50 грамм хозяйственного мыла на 10 литров воды. Развели, туда добавляем все препараты, которые рекомендованы от колорадского жука. Соответственно, добавляем препараты от фитофторы, которые также рекомендованы. Смешиваем и опрыскиваем наш картофель. Но это способ химический. Как бы мы еще растворим за экологическое земледелие. Если собирать жука, конечно, как бы работа утомительная. И еще да, нам позволяет. Но с помощью этого нехитрого приема можно отпунуть жука от вашего участка. Как это делается? Вот перед нами картофельный куст. Значит, что необходимо сделать? Это средство готовится именно из колорадского жука. Не удивляйтесь. Да-да, колорадский жук отпуявит колорадского жука. Но как это делается? Сейчас по парадочку. Берем колорадского жука и можем страхнуть. Можем просто страхнуть этот кустом. Можем взять веником, кисточкой. Мы его можем просто-напросто вместить в наше ведро. Сметаем. Это то, что нам надо для приготовления средства, которое будет отпухнет, надолго отобьет колорадского жука охоту к нашим картофельным посадкам. И вот так идем. Идем по одному кустику, по второму, по третьему. В принципе, не в этом. Чем больше мы настрасываем жуков, тем лучше. Значит, что потом сделаем? Настрасали мы жуков. Это самое. Ну и примерно прикидываем объем. Примерно прикидываем объем. Это самое. Значит, для чего объем, вы поймете дальше. У нас должна, вот примерно, посчитаем, сколько примерно прыгоршней. Тут не надо какая-то тошность, что уже там, это самое, прыгоршня большая, маленькая. Ну, примерно, сколько колорадских жуков будет. Перемирать не будем. Все это делаем на глаз. Сросли жуков. Вот. Они там полудут. У нас все-таки личинки, взрослые, все это шевелится. Ну, а дальше поступаем точно так же, как это самое. Хоть мы химикатами убиваем, может быть, более мягко. Тут просто берем это самое, какой-то предмет, типа ведерка, который меньше по объему. И раздавливаем. Все эти жуков давим. Начинаем давить жуков. Ну, предварительно мы пересчитали. А для чего нам надо? Потому что одна прыгоршня таких вот жуков, еще не раздавленных, идет на один литр воды. Значит, взяли, передавили жуков, посчитали, что у нас там три прыгоршни, к примеру. Значит, этих жуков заливаем тремя литрами теплой воды. Помешали. Через полчаса наш раствор готов. Берем этот раствор, заливаем его в опрыскиватель и начинаем ходить по нашим картофельным посадкам. Не знаю, как это действует, на каком генетическом уровне это передается. Но жуки в панике начинают убегать с участка. Они начинают выползать, уползать, начинают срочно спускаться с кустов. То ли там что-то передается, то ли какие-то запахи, то ли что-то там передается. Но жуки покидают ваш участок. И охота к вашему участку у них пропадает. Они уходят на соседние участки. Так что поняли. Способ очень простой. Здесь нам понадобятся давленные кларатские жуки. Прыгоршня на литр, повторюсь. И заливаем на час теплой водой. Не горячей, не холодной, именно теплой водой. И все. Раствор готов для обработки наших картофельных плантаций. Так что это экологически чисто. Вот такой способ. Ну и создать вам меньше проблем. Потому что если проводить химическое, химообработки, сами понимаете, что химия даже при том, что недопустимой концентрации, как называется правильно, это регламенты, это самое. Вот чем не менее, химия как бы все равно вредит нашему здоровью. Все равно она где-то накапливается, где-то зовется. Это же способ. Очень прост. Вот. И в исполнении очень прост. И не требует никакого специального оборудования. Поэтому желаю, чтобы вы попробовали этот способ, оценили. Вот. Я думаю, что он вам понравится. А вам хорошего урожая картофеля. Вот. Отличного даже урожая картофеля. И чтобы колорадский жук не трогал ваши посадки. До встречи на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова